С 2016 года в сельских школах Тамбовской области трудятся молодые профессионалы, выпускники элитных вузов и просто горящие профессии люди. В этом учебном году 20 таких специалистов обустроились в 8 униципалитетах нашего региона. Вот история одного из них. Программа «Учитель для России» дает импульс всей системе образования. Детям из удаленных села она дает возможность учиться у мотивированных и высококлассных специалистов своего дела. А молодых людей, всем сердцем любящих детей, программа ведет в те школы, где они особенно нужны. В нашем регионе это 13 школ-партнеров. В этих школах, в 13 школах, как я сказал, потребность на будущий год в районе одной-двух вакансий есть всегда. То есть в районе 25 человек в тех школах, в которых мы присутствуем. Я уверен, что есть школы, которые бы тоже хотели быть партнерами, и у них тоже есть эти проблемы. Ребята, скажите, пожалуйста, чем мы с вами занимались на прошлых занятиях? Да, Валя? Учились работать с таблицами. Так, учились работать с таблицами. Замечательно, Стас. Учились менять шрифт. Отлично. Учились менять шрифт. Да, Ваня? Работать в вордовском файле. Так проходят уроки технологий у 4-го В-класса. Текстовый редактор ребята осваивают под руководством Елизаветы Алексеевны. Родом девушка из Тамбова, но большую часть жизни провела в закрытом военном городке в Мурманской области. Получать высшее образование приехала на родину. Елизавета закончила факультет культуры и искусств Державенского университета. Девушка работает в программе уже второй год и планирует остаться в школе и на третий. Находитесь и посмотрите, как право нажимаешь. Выбрать, нажимаешь тоже на как-то слог и пишешь. Раз, два, три, три. В нашей школе средний возраст педагога составляет 49 лет. А в наше время учителя, конечно же, должны идти в ногу со временем, меняться вместе с учениками. Старшим поколением это сделать гораздо труднее, чем молодым людям. Поэтому люди, пришедшие вот эти молодые по программе, это молодые, активные ребята и девчонки, которые легко сходятся с учениками, понимают их. У младшей школы вообще много уроков, когда освобождаешься? У нас ежедневно по пять уроков, плюс у нас есть дополнительные занятия. В основном мы их проводим в точке роста, занимаемся, готовимся к ВПР. У нас четвертый класс. После этого у меня есть свободные минутки. Я решаю их провести за проверкой тетрадей, чтобы как меньше работы было дома. Но вообще я стараюсь всю работу оставлять здесь, на работе. А кроме тетрадей, что это может быть после урока? Есть также у меня театральный кружок. Мы занимаемся с ребятами театральным искусством. Иногда мы можем себе позволить просто посмотреть фильм или поиграть в настольные игры. Недавно играли в мафию. Это было очень классно. Это не для класса своего желающего? Это для среднего звена, да. Вот. В принципе, так проходит время. Об этой программе я узнала еще, обучаясь на третьем курсе в институте. Как-то я сидела с бабушкой на кухне, и были новости по Первому каналу. И они рассказывали про молодых людей, которые решили поехать в деревню и заняться педагогикой, не имея образования педагогического, но зная оно в своей области, там, в биологии, физике, имея багаж знаний, которым они могут поделиться. Дальше я не прочитала главную загвоздку, что нужно подавать заявление только уже окончив высшее образование. Я его подала на третьем курсе. Все, там, анкета, вдохновляющее письмо, мотивированное. Почему? Как? Зачем? И мне перезванивает, значит, девушка, рекрутер, и говорит, что, вы знаете, вы нам очень понравились, но у вас еще не закончено высшее образование. Мы, к сожалению, не можем вас взять, потому что диплом о высшем образовании – это одно из главных условий. Говорит, ну, мы очень ждем вас на следующий год. Сейчас девушка получает второе высшее по профилю начальной школы. Учитель с улыбкой вспоминает первый день на работе. Я пришла, пришла заранее, обошла весь класс, осмотрела все стены, доску, села, думаю, ну так, ну что, нужно начинать. Думаю, а как я с ним начну? А как я вот прям сразу встану, такая как строга чук или нет? В общем, я больше парилась, чем на самом деле это произошло. Дети забежали, и мы как-то, о, здравствуйте, привет, как дела, как тебя зовут? Ну, то есть как-то в процессе мне стало уже намного легче работать, не было вот этого вот нервоза, как перед уроком. Не во всех школах для детей есть человек, к которому можно подойти и рассказать свой самый страшный секрет. Вот, и мне хотелось бы быть таким человеком, и хотелось бы, чтобы дети не боялись учителей. Не могу сказать, что я вот пришла, и мы сразу все начали дружно тут работать. Нет, у нас были проблемы, да, но мы выходили из этих ситуаций посредством беседы. Мы общались, мы как со всем классом обсуждали проблему, так и индивидуально. Есть у меня один ученик, к сожалению, он сейчас болеет, но вот он особенно любит со мной поговорить. И вот он приходит, вот он может что-то напортачить за целый день там, написать классную работу, сидеть там в окно смотреть. Я на него, Саша, давай занимайся, Саша, делай классную работу, Саша, Саша, Саша. И потом говорю, все, Саша, ты меня расстроил. И в конце рабочего дня он подходит, ждет, пока все уйдут, подходит, говорит, взять Алексею, давайте обнимемся. И все, ну вот как? Как здесь можно как-то обижаться, еще что-то? Родители, это же те же самые дети, просто постарше. К ним индивидуально тоже ко всем нужен подход. Ты когда вот смотришь на человека, ты уже понимаешь, ага, вот с ним нужно вот и вот и поласкай ему сказать, и вот и дай, пожалуйста, и вот, конечно, и все. То есть, ну, как-то другим наоборот сказать, так, я очень жду, чтобы вы там, Петю, Васю привели красивым, опрятным, нарядным, не забудьте ему еще тетрадь купить. И вот еще в течение дня напоминаешь. Девушка ведет сразу несколько дисциплин у своего класса и сквозь эти уроки от предмета к предмету красной ниточкой проходит бальная система. Особенно игра четвертого В. Успехи в учебе, активность и примерное поведение приносят в конце четверти свои плоды, среди которых даже право однажды не сделать домашку. Ну, она самая красивая и добрая. Она всегда дает возможность, когда какая-нибудь контрольная, ты не успеваешь. Она дает возможность написать ее на перемене. Ну, она все хорошо объясняет и поддерживает, когда тебе трудно, тяжело. Девушка ежедневно приезжает в школу поселка Комсомолец на личном авто 30-40 минут за рулем с утра и после работы. Это личное время для эмоциональной разгрузки. Я очень люблю водить. Я вообще люблю скорость. Вот. И учиться на права меня отправил отец. Он подарил мне на мое 18-летие обучение в автошколе. Вот. Ну, и как бы он, наверное, особо не рассчитывал, что я сдам все с первого раза. И теория, и площадка, и город все с первого раза. Но я помню, мы с моей коллегой подвозили ребенка из первого класса, который опоздал на автобус. И мы его взяли с собой. Ну, нам по пути было. Он живет в микрорайоне Светлый. Ну, и мы его подхватили. Ему было очень весело ехать с двумя училками. Чем в машине занимаешься? Может быть, любимая музыка или настраиваешься на уроки? Я очень люблю слушать музыку. Я очень люблю слушать музыку громко. Вот. Ну, не знаю, мне как-то вот какой-то настрой такой дает. Бодрый. Вот. Поэтому обожаю вообще машину и музыку в машине. Это радио или своя музыка? По настроению. Когда я хочу что-то свое, для души, я включаю, подключаю свой телефон и слушаю, собственно, свой плейлист. Если мне вообще без разницы, что слушать, главное, с хорошим настроением приехать на работу, то я включаю радио. И-и-и, привет, Тебе, Миша. Привет, Тебе, Миша. Очень люблю. Привет, Тебе, Миша. Мой Владыч. Ну, 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 все, все, все. Тихо. Давай дверь закрываем с тобой. Да? Привет. Ну, это факультет. Семьей учитель видится раз в год, когда родители выбираются в Тамбов. В остальное время встречаться приходится лишь в сети. Кстати, в семье военных Елизавета и ее мама единственные педагоги. У меня семья военных, у меня папа военный, дедушка военный, даже бабушка была военной по мамин линии, по папиной линии тоже и бабушка, и дедушка. Вот. Единственное, у меня мама, она сейчас работает на данный момент в школе. Вот. Она преподаватель музыки и педагог-организатор. Мама чуть подальше камеру. Да у меня руки короткие, у меня же нет подставки. Ты глянь, ты накрасилась, я нарядилась. Что значит, я из школы пришла только что? Ну ладно, все, давай в кадре, мам, ты подальше. Дочкой мы, конечно, гордимся. Всегда она такой, конечно, не была. Она была нормальным ребенком, шебутным подростком. Так что в этом смысле ее путь взросления был абсолютно нормальным, как у всех. Всякое было дело. Ну а сейчас, конечно, мы радуемся всем ее успехам. Мы, конечно, переживаем. А сельской школой, знаете, не испугать. Она сама из села, как мы говорим, из леса. Так что, ничего в этом нет страшного. Вы чувствуете свою заслугу в том, что дочь работает сейчас в школе? Заслугу нет. Наверное, это все же положительный пример, потому что на маму, которая 20 лет работает в школе, она смотрит, ну и сейчас не каждый день. Ну а тогда, конечно, ежедневно этот пример был перед глазами. Так что, определенный пример положительный, наверное, да, был. Наша героиня еще не знает, куда дальше заведет ее судьба, но она уверена, что учителем можно быть где угодно. В селе или городе главное быть на своем месте. Субтитры создавал DimaTorzok